Здравствуйте, товарищи телезрители. Ребята, друзья и хейтеры тоже. Друзья, сегодня обзор статистический. Вы знаете прекрасно, что мы каждые три месяца подводим статистику от наших клиентов, которые являются клиентами нашей службы доставки товаров Икеа города Саранска. Кстати, кто нас смотрит? И вдруг совершенно случайно не знает, что просено из Саранска. Да, ребята, мы из Саранска и мы же являемся одноименной службой доставки товаров Икеа про Икеа, потому что очень часто приходят в офис, я вас на Ютубе смотрю. Да, ребята, это мы. Поэтому забивайте в Яндексе или в Гугле про Икеа и вы нас найдете. Ну, либо все контакты, которые под видео. Друзья, видео названо, понимаете, да, определенным образом, чтобы вы могли его увидеть и обратить внимание. За апрель, май, июнь, июль и аугуст, за пять месяцев, пока там была пандемия, мы уже выпускали один такой ролик по итогам продаж. И сейчас за косок весны и лета мы подвели итоги. И я не зря сижу именно здесь, именно возле вот этой теплички. Начнем мы с нее. Причем вы прогнозируете, она умудрилась аж целых два раза с негатив от клиентов. Случалось. Как хорошо было в Икеа, Москва. Да, там только музыка. В общем, теплица. Сокер. Зараза стала стоить от 1700. В общем, от двух клиенток прилетел негатив, прям капитальный негатив, потому что обе покупали для сохранения, одна рассада для угры, для сохранения цветов. В итоге получилось, что, увы, нет. Тепличка имеет такой, знаете, условно, тепличку. Никакой фиксации, просто легко поднимается. Здесь пластиковые стеклышки. Конструкция хлипковата. Хлипковата, жибловато и чуть дороговато. Единственное, что, наверное, можно будет сохранить только кто-то, чего-то от кого-то. Кстати, если вы не согласны с нашим мнением, с мнением наших клиентов, пожалуйста, пишите. Потому что, возможно, человек не разобрался, неправильно что-то сделал. Также можете вы добавить наш список тех товаров, которые вы считаете некачественными. Свои антитовары. Потому что у каждого они свои. И мы, соответственно, раньше подготовим следующий обзор по антитовару. Нет, мы статистику посмотрим. Мы запросим у Икеи. Кстати, мы не просто так берем эти данные с потолка. Мы запрашиваем у Икеи за последние полгода выборку по возвратам от других покупателей. И, исходя из этого, понимаем, что товар ни разу бы попал в антитовары, а у него все-таки есть проблемы. Ну, завернул, завернул. Это я мажу. Короче, теплица. Я сама не пробовала, ничего не могу сказать, но для меня 1700 это дорого за вот этот вот ящик. Еще, Дим, развернись, пожалуйста. Хочу обратиться касаемо кухонь. Просто сейчас помогаем клиенту, которая покупала кухню с похожими фасадами 15 лет назад, и они все ребята облупились. Вот просто все. Дима вчера видел фотографии в шоке, был от того, что я привезла. То есть она вся драна, ее как будто вот драли. Да, просто мне интересно, как это эксплуатировалось. Дима, это большой дом, это две кухни в доме, это не основная кухня. Как это, возможно, было? То есть оно со временем просто вот облупается, ну, соответственно, вот ты протираешь тряпочкой фасад, и у тебя покрытие летит. К чему вообще все это видео? Не потому, что фасады с браком попадаются. Ребят, у Икеи гарантия 25 лет на кухню. Не спите, не тормозите. Даже если у вас не осталось никаких данных, можно восстановить. Если вы сами не знаете как, вы можете обратиться к нам. Ну, понимаете, да, услуги все-таки, они не за воздух делаются. Мы вам можем в этом помочь, связаться с менеджерами, с возвратами и так далее. В общем, итог. У клиентки сейчас выбор. Либо ей меняют полностью все фасады, а у нее кухня примерно вот такой же длины, только помимо вот этого пенала, еще сверху такой же пенал стоит. То есть, понимаете, да, если сейчас, например, человек не будет обращаться по гарантии, а документы все утеряны, вообще ничего не осталось, мы смогли все дело восстановить, сколько денег она потратит. Несмотря на то, что там есть у вас финансы на это, нет, ну, извините, она куплена не просто так, за такой гарантией. Так вот, у человека сейчас два варианта. Либо ей Икея меняет полностью на метод, она решает, либо ей меняют все фасады. И то, и то будет полностью бесплатно. Поэтому не тупим, и всегда от Икеи можно добиться. Потому что первоначально нам сказали, что ваша кухня, ваши фасады не подлежат обмену, это неверная эксплуатация. После того, как были сняты все фото нужные, видео со всех ракурсов, нам сказали, да, Окей, у вас возврат. Записываем себе на карандашик, вот здесь запоминаем, а мы идем дальше. Как только ради контейнер не расколячься. Ради вас, куда только не загнешься. Мы возле диванов Рихтонов, мы в отделе диванов. Прямой, Фрихтонов, не угловой. Уточняем. Два дивана, один синий, один серый, за буквально полтора месяца, да, кусок сентября и август. И у обоих одинаковый брак, посмотрели, партия была одна и та же. Дим, пониже. Будем стараться показать. Вот здесь обвязанная боковая планка. А, кстати, можно я как раз в камеру буду подсматривать, чтобы у меня понимание было? Вот, 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 да. Вот. Это кусок ДСП. Темненькая часть. Нет, беленькая, вот. Беленькая. Вот, где я пальчиком кружу. В общем, диван собран, все нормально, нареканий нет, пользуются. Раздается хруст, и у обоих клиентов вот здесь трещины. В одном и том же месте с угла откусываются куски. Когда один прислал, ну, я подумала, что они неправильно эксплуатировали, мы отправили на согласование, им обменяли. Но когда прислал второй, ребят, это уже данность. Вот, поэтому, если у вас такая ересь происходит, имейте в виду, это тоже гарантийный случай, и можно обратиться. Хоть как мы его и не любили, но теперь придется за заметку брать данный диван. Такие моменты тоже возникают, имейте это, пожалуйста, в виду. Сейчас мы еще по одному интересному браку расскажем. Я вообще от него, я даже такого не ожидала, и, кстати, его не обменяли-то. К тому, что Икеа меньше сейчас меняет брак, особенно если вы забираете сами или деловые линии. У вас забирает ваши заказы. Про это я отдельно расскажу, пойдем. Друзья, отошли в сторону, чтобы не мешать другим. Смотрите, по поводу брака, по поводу обмена. Стало очень много возникать моментов, когда люди собирают товар, а там дефекты. Икеа стала уже отказывать, особенно если вы забираете сами, либо вы забираете, вам привозят деловые линии. Пожалуйста, обратите на это внимание. Не всегда есть смысл экономить, чтобы потом получить проблемы. Сейчас похожим пример одного стола, который клиенты собрали, собирали все нормально, перевернули стол с дефектом. И стол не дешевый. А пока мне попался в руки вот этот вот пледик, Талар Ваум. Как я говорю, помнишь, Дима, когда снимали, я говорила, мамина льняная простыня. Очень-очень похоже. Чем остался недовольный клиент? Иди сюда, пожалуйста. Плед брали в фотостудию для антуража, для такой советской съемки, как коммуналка. Очень похоже, да, ткани такие? И я сама его не эксплуатировала. Не знаю, кто брал, расскажите. Может быть, они что-то с ним не так делали. Но нам принесли его прям с прорехами. То есть забирайте. Вот он там после двух стирок весь вот такой вот стал реможный. Икеа, конечно, его обменяла. Ткань поехала или затяжка? Нет, не затяжка, ткань поехала. Представь, старая такая ткань, и она вот растягивается. У тебя же мама-портниха, и ты представляешь, как выглядят такие вот растянувшиеся ткани. Поэтому я не могу сказать, что сделали. Клиент, скажем так, не совсем лояльный, поэтому пришлось просто договариваться с Икеей об обмене, чтобы не было лишних криков и визгов. У кого такие проблемы есть, напишите. Может быть, это разовая ситуация и тупо неправильная эксплуатация. Пойдем, стол покажу. Пока мы идем к тому столу, про который я вам говорила в предыдущем моменте, мы идем дальше по своему списку. Ну и, соответственно, чтобы не возвращаться. Напольное покрытие кулун, которое заразой испортило нам весь ламинат в комнате, нам пришлось его перестилать. И не только у нас. И не только у нас. Очень многие говорили, приходили. Слово в слово, как мы любим говорить. Вот такое слово. И говорили, выкиньте нахер и передайте Икеей, чтобы больше это говно не продавали. Давай, я не спаду на колено. В общем, суть в чем. Вроде бы хорошее плотное покрытие. Не дает задираться и прочее. Но под него попадает мелкий мусор. Вот даже здесь видно. И выходит он как амбразив. И если это линолеум, с ним нифига не будет. А если это ламинат, особенно темный, у нас был шоколадный ламинат, он царапается. И под ним просто все испещрено белыми полосами. Плюс он имеет свойство задираться. Это здесь он лежит, его никто особо не трогает. Дома его проходит. Даже вот видно, да, что углы лежат неплотно. Дима его пытался пляпать на двухсторонний скотч. Нифига подобного. Мытье полов, скотч отваливается. Туда опять что-то попадает. И все. Поэтому вот это вообще антитовар. Я его не рекомендую от слова совсем. Но его очень любят брать в качестве настольного покрытия. Его берут, режут и кладут вместо оргстекла. Дешево и сердито. От нас спрятали стульчик один небольшой, дешевый. Мальто? Да, мы постараемся сейчас его найти и всю правду про него рассказать. Смеситель кухонный на один рычаг. Сунт Свик. Цена 2,500. Гарантия 10 лет. Кстати, в плане гарантии у Икеи все адекватно, слава богу. Одной и той же клиентке Ирине. Мне повезло два раза. Человек живет один. То есть мужчин в доме нет, которые могли бы поменять. Она вызывает мастера, ей демонтируют старый кран, ставят этот кран. Проходит неделя, срывает вот эту верхнюю часть. Как, Дим, правильно назвать? Гусек это или не гусек? Пусть будет кран. В общем, вот эту верхнюю часть подъемную срывает. Течет вода, Икея признает браком. Соответственно, никто ничего не компенсирует. Она опять вызывает Джек и демонтирует кран. Мы ее по обменям привозим точно такой же новый. Ставим. Опять проходит неделя. То же самое. В итоге кран стоимостью 2500, наша доставка 10%, это 250 рублей. Человеку обошелся раз, два, три, четыре. Еще 2000 монтаж и демонтаж вышел. У кого такая же проблема, ребята, напишите. Потому что у нас это первый случай по икеевским смесителям. И мне сейчас самой просто нужно поменять. И я реально смотрела на этот смеситель. Но понимаете, что я не хочу таких экспериментов над личностью. Но у нас в квартире одни лаганы. Да, у нас лаганы, но хочется уже чего-то нового. Жизнь и нареканий по ним нет. И давно лаганы у нас уже. Отдел столов и столов. Стол Ланнеберг. Недешевый, раздвижной. Вы знаете, прекрасно. Я очень многим его рекомендовала. И буквально недавно у клиентки. Еще, кстати, нам не подтвердили это браком. Вот эта часть, это же ясеневый шпон, нанесенный на ДСП. То есть вот здесь идет прям глубочайшая трещина по всей поверхности. Сначала мы думали, что это по сучку шпонирования. Оказалось, нет. То есть либо это нарушение технологии. Даже Дима, вот смотри. А вот видишь, шпон приклеенный. А вот он, да, он неровно. То есть либо через жопу, извините за выражение, делают. Ой, sorry. Вот, смотри. Вот, ребят, вот это уже брак. Вот этого быть на столе не должно. Тихонечко, тихонечко. Сейчас все с фокусом. Вот. И у нее вот все похоже. Вот в таких только более глубоких трещинах. А это, сейчас я тебе скажу, наверное, стульями подбито краешки. Хорошо, здесь стульями на человека собрал, у него поверх столешницы в таком виде. Ну, поверху, это же другое. Вот. Поэтому, если у вас такая же беда, welcome, бегом. Либо в центр поддержки клиентов, который, кстати, дозваниваться нужно 40 минут. Кстати, на сайте об этом написано, что сейчас все усложнилось. Да, да, людей мало, увольняли все. А может, брака больше стало? А может, брака стало больше, что работать не поспевать. Кстати, да, смотри, нам же согласовывают обмен по браку. И вот мне звонили вчера, сказали, а я не могла, там нужно было срочно дать информацию, за рулем была. Мне говорят, хорошо, спасибо за информацию, до свидания, мы с вами свяжемся через две недели. Я говорю, стоп, почему через две недели, я через 10 минут доеду. Нет, у нас на звонок, вы по графику такую-то дату, и столько-то минут на вас выделено. Икея вас любит. Любимое кресло-качалка нашей дочери мы покупали, когда ей было где-то полгода. Оно живо до сих пор, но покрытие Дима перекрашивал его аж два раза. Сначала у него начало облазить основное покрытие, тупо трескаться и слазить. Кстати, я просто сейчас вспомнила про него, и нам тогда отказали по браку, сказали неверной эксплуатации, как может эксплуатировать ребенок, который еще ходить не умеет. То есть мы ее сажали, и вот было любимое развлечение. Помнишь, Дима? Она сидела, просто тупо качалась. Потом Дима все это перешкурил, покрасил заново. Ну, потому что не знаю, то ли краску так выбрали, то ли как, но в итоге оно живо, но оно облезло в усмерть. Поэтому, если у вас такие же проблемы, все-таки настаивайте на том, что это брак, и чтобы вам это дело обменивали. Но это не дело, он стоит сейчас 3000, это небюджетный ценник для крестницы. Соответственно, сами понимаете, за свои права надо бороться. Это, наверное, единственный товар из детской серии, к которому у меня есть претензии, именно у самой, как у пользователя. Потому что все остальное, начиная там от игрушек, заканчивая какими-то контейнерами, концтоварами, постели, устраивает полностью, ну, от и до. То есть то, чем мы начинали пользоваться, мы продолжаем пользоваться до сих пор. Не успел выйти, как горячий пирожок, наш обзор в Химках, как уже прилетел негативный отзыв. Благо, это не наш клиент, клиент из другого города, но наши активные подписчики, которые иногда бывают в Саранске, забегают просто поболтать. В общем, он купил эти двери, стал собирать. Единственное, как он подтвердил, говорит, ребята, вы полностью правы. Единственное, что меня устроило, это петли. Все остальное, это какашка мы, и никогда больше ни за что не куплю. В итоге мужик нашел хорошую мастерскую, которая ему сделала подобные под размер Ивара, используя эти петли. А эти двери зашли в шлак, потому что обменивать их, соответственно, никто не будет. То, что они начали прямо на глазах у него рассыпаться, с учетом того, что у Ивары есть такая особенность, места вот эти склейки, обычно как бы все крепенько, но вот здесь, вот у этого еще экземпляра более-менее. А у клиента, ну, у подписчиков нашего, вот здесь прям все испещрено, то есть много-много вот этих склеечек, и они все настолько некачественные, и не знаю, то ли партия такая прошла, то ли на линии сборки пропустили. Ну, что ты хочешь от сосны взять? Мягкий материал. Дим, ну вот смотри, вот самый Вар, когда он плотный, он нормально стоит, но здесь прям ведь вот фанерочка, Танюсинь. Ну, Ивар состоит от клееной, из брусочков склеены, поэтому оно выглядит более ровно. А эта дверь? Дощечка. Дощечка. Да, хотя тоже клеенами, ну, блин, ну, 1200. Ой, нет, что-то 2500, по-моему. Посмотрите. Ну, 1200, дверочка. Да, мы считали. Ну, сейчас мы бросим и скажем. Казалось бы, мелочь, ну, до такой степени мелкая мелочь, но, тем не менее, по ней тоже пролетают негативные отзывы. Подушка Турилл, самая бюджетная из подушек в Икеа, 49 рублей 35 на 35. До такой степени фигово внутри стал наполнитель, что при первой же стирке все это тело начинает вылазить. Понятно, кто-то скажет, Тань, 49 рублей, что-то докопалось. Ребят, за 45 рублей в Икеа можно купить подушку с лен, который можно засунуть в нормальный чехол, у вас ничего вылазить не будет. А здесь, так как это несъемно, и чаще всего берут машину, в дорогу, ребятишкам это быстро пачкается, нужно постирать, а после стирки просто идет на выброс. Ну, даже пусть это недорогая вещь, но это же деньги, и как-то даже жалко вот такую эксплуатационную. Раньше она была потверже, просто у меня есть подушка, одна из новых в машине лежит, которую покупали, наверное, может быть, года два назад, не помнишь, сколько же по времени? Ну, давненько. Ну, не скажу, это точно. Да, легкая еще не сильно крупная была. И та старенькая выглядит после стирки лучше, чем новенькая. Кто-то радует этот предмет, кто-то хает, но больше всего у нас по статистике, кто-то раз попробовав, больше к этому предмету не подходит. Хотя я их люблю, но я с ними не готовлю, сразу скажу, я их использую накрывательным образом в миске. Но недовольны девчонки те, кто их использует в духовке, в самом шкафе духовой. Крышка должна быть крышкой, а не то, что похоже на нее. Ну, скажем так, для закрывашки это дорого. Наши клиенты подтверждают. Да. Поэтому ждем от вас мнения, мы ползем дальше. Я с двумя белыми силиконовыми лопатками, почему-то в наших клиентах именно белый цвет популярный. Так, значит, у Икеи обновляются коврики для выпечки. Вот это всем известный лист Монстрат, сейчас он по акции, 199 вместо 299 рублей. И ему вышла замена лист БАКТРАДИТИОН. Я еще вам глаза не видела, но уже, так как у нас сейчас в офисе помощница, уже клиентка принесла со старым листом Монстрат, и ей не понравилось. Вроде бы, да, стал побольше по размеру, но стал гораздо тоньше. Вот, Дим, видно вот это будет? Ну, к сожалению, не могу я тебе передать вот эту разницу толщин. Нет, в общем, стал тоньше и безумно липнет. Она говорит, если я, ну, Монстрат мне сама пользуется, он, конечно, страшный становится, но с ней очень хорошо все отлипается. Она говорит, с этого я вообще не поняла, то есть он изначально, априори, вот я сейчас его держу, и понимаю, что он просто липкий весь, как какая-то дешевая клеенка рыночная. Вот, то есть, ну, с него вообще ничего не отлипает. Я не знаю, ребят, я сама не пользовалась, ничего сказать не могу, у нас вообще сейчас духовка сдохла. Вот, поэтому использования нет. И эта же клиентка в параллели за этой же серией заказывала вот такой вот коврик для раскатки. Раньше, помните, да, он был в прозрачной упаковочке, и там были еще дополнительные штучки-дрючки. Сейчас только коврик, стоит он 399 рублей, соответственно, та же история. Липнет все, хотя вроде бы более функционально. Смотри, круг сделан, да, если, допустим, для пиццы тоже удобнее. Дима ржет, чего? Ну, вам. Но только ты на глаз умеешь пиццу, а для других-то это проблема. Ну, в общем. Ну, не умеешь круг, сделай квадрат. Блин, простота, блин. Как с ним снимать? Я же говорил, не одевай. Млассе. В общем, это вообще прям недовольство наших клиентов. У нас брала знакомая, очень много готовит, то есть, ну, на дому на заказ. Она говорит, ребят, мне прям жизненно необходимо, чтобы меньше места занимала. В итоге этих чипчиков, как она их назвала, их же здесь два, один круглый, другой прямоугольный, я хватила ровно на один. То есть, сняла отдел два раза, все это порвалось. Я не буду повторять, но помните, если мы снимали какой-то из обзоров с распродажи, и вот это просто, да, взяв в руки, наверное, после этого их и спрятали, у меня он просто порвался в руках. Здесь примерно то же самое, то есть, очень тонкий. Честно, я не знаю, нафига их сделали. Вот в этой ситуации, Дим, я лучше бы купил силиконовые крышки, которые, как бы, да, к которым претензии у клиентов, кто у них запекает, и тебе, которые они не нравятся, чем вот эту вот фигню. А заместа крышек будут? Я использовал, где у нас разноцветные контейнеры, они очень мне понравились. Таньки, таньки. Вон они, сейчас пойдем. Сейчас покажем. Вот в продолжении разговора, чем покупать вот это все требухое, которое закламляет всю кухню? Вот, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. И в холодильник помещается, и крышечка есть, и перевозка удобная. Мы, кстати, их брали с собой на отдых, во влоге они у нас, по-моему, мелькали, мы в них ничего только не делали. А сейчас очень удобно, у Димы сейчас мама не работает, иногда нам помогает. В общем, мы к бабушке ездим, порой отвозим вот такие контейнеры, забираем с едой. Поэтому, говорю, я очень это оценил. Вот, поэтому это альтернатива, и мало места занимает в холодильнике. Вот, смотрите. Таньки, согласитесь, зачем вот это все три силиконовое, что-то напяливать, одевать вот эту... Как позерватив. Дима. О, он Дима. Дима. Это считается новинкой, ребята. Да нет, она уже попала. В общем, помните, у Икеи была офигенная ситечка со щипцами, как в нашем советском детстве? Его вывели и пообещали нам новинку. Новинку нам пообещали. И у нас одна кафешка. Самостоятельно ездили в Нижний за определенными моментами и заехали взять эти штуки. Обрадовались, а они именно большое количество чая клиентам дают. Вот. Хозяин мне звонит, ржет, говорит, Тань, новинку купила, цени, пожалуйста, присылает мне фотки. То есть здесь все, как бы, да, в чае, фигово отмывается из этих дырок и так далее. Он говорит, мы купили дофига, благо одну только ума хватило вскрыть. Вот это вот херовертино. Мы сами еще не оценяли, не пробовали, но я вот сейчас держу в руках и понимаю, что я... Тань, шлаг полный. 150 рублей. Икея, уберите это нафиг с продажи, пожалуйста, не позорьтесь, вы и так... Ах, а ты смотри, крышечка, вот чаечек, вот крышечка. Так, позор, позор, правда. Посмотри, ну удобно же, закрыто, блюдечком накрывать не надо, может зря докапываемся, может путное? Даже смотри, в маленькую чашку можно. Может зря? Позор, позор, позор. Так, позор, вот я сейчас про кружки расскажу, это вообще моя болевается. У фергриков стали их посудомойки вот так откалываться, прям клиентки возмущаются по этому поводу. А у меня Денера просто при домашней эксплуатации стали рассыпаться края. То есть все кружки со сколами, причем раковин дома не керамическая, раковин дома обычная, икеевская нержавейка. То есть об нее не бьется ничего, кроме Денеры. И именно края именно в одном месте и у всех кружек. С чем связаны, не знаю, потому что предыдущая Денера, у которой внутри ужасно обтиралась внутренняя поверхность, они, помните, были такой более скошенной формы, и вот здесь вот было другого цвета. Понятно, что от кружки обтиралась, но она хотя бы не билась. Это же зараза. Ее покупаешь, через две недели она крошится. Есть такое. А мне она нравится, она по размеру кофемашине подходит. А я, моя кружечка, где моя кружечка? Покажите, пожалуйста. Нет твоей кружки больше? Нету. Нету, все, ёктор. Бледа поларвида, синий появился совершенно недавно, но опять у нас попал ресторанчик, который сейчас у нас в Саранске благо открывается, соответственно, летние веранды, осень. Рестораторы хотят обновить клиентам пледики и так далее. Многие брали поларвида, в принципе, все устраивает, нормальный флис, синтетика она и в Африке, синтетика. Но синий, я не знаю почему, он реально другого качества, и за него цепляется все. То есть он не ревелационно, нормально его постирали, все проверили, хорошо. Но за него цепляются малейшие мусоринки, в отличие от серого, и их оттуда фиг выковыришь. Как у вас это дело обстоит? Я как бы совсем к антитопу отнести не могу, потому что еще нет такой статистики. Но опять же, 10 пледов и ко всем, все в таких вот мелких реврюшках, они как-то не сильно вдохновили. Я думаю, у вас сейчас возникнет логичный вопрос. Откуда у нас сайт? Это вообще жить невозможно. Я скоро наизусть это выучу. Сообщим, что посещение и обслуживание в магазине Икеа производится только при наличии средств защиты органов дыхания. Ваша безопасность – главный приоритет для компании Икеа. Потому что всех покупателей загнали в вашем объявлении. В общем, откуда у нас вся эта информация? Мы постоянно общаемся со своими клиентами, мы все время с ними на связи. Как только, допустим, где-то встречаешься, я, ну не знаю, может так память работает, у меня и у Димы мы помним, что люди покупают. И всегда берем отзывы, всегда берем административную связь. Почему? Во-первых, это польза, мы знаем, что порекомендовать в следующий раз. Плюс это информация, которую мы можем поделиться с вами. А информация в наше время, как и время само, самое ценное, что может быть. Поэтому… Короче, скрипосовский. Ой, там у меня чуть-чуть на философию пробит. Дима долго ждал, когда этот ковер мы сможем снять в антитоп. Смотрите, это новый ковер, которому цепляется буквально все. И не отцепляется. И не отцепляется. И я знаю, что их покупают. Ребят, кто заказывает через интернет, пожалуйста, ну не берите. Это 400-500 рублей на выброс. То есть это реально мусоросборник, который потом просто выкиньте, вы его не очистите даже. А выглядел он раньше вот так. И то даже, он видишь, вот там висящий он в шершиках во все. Да. Мы в отделе постели. В какой-то конкретной постели у нас нет претензий. Но стали очень часто возникать претензии у клиентов после того, как Икея отправила весь отшив в постели, в основном на Ивановый Казахстан. Иногда попадается Пакистан и Бангладеш на несоответствие размеров. Если зайти в официальное сообщество Икея России ВКонтакте, где более миллиона человек поможет, полтора миллиона, через пост, на стене идут отрицательные отзывы касаемо несоответствия размера. Мои любимые простыни Ульвиде, которые я всегда вам говорила, что очень классно, они с Лиацелл долго эксплуатируются. На кровать метр сорок я вскрываю упаковку, и я понимаю, что простынь больше моего матраса, порядка тридцати сантиметров. В итоге мы перемерились с Димой, получилось, что спальное место метр семьдесят на два двадцать. Нафига. Нафига портить качество. И еще. Для меня, конечно, это не минус, но для кого-то большой жирный минус, потому что клиентки прям вот некоторые переживают. Лиацелл, который мы всем рекомендуем. Который очень классно эксплуатируется в плане износа стойкости. Он ужасно мнется, и если вы пересушили постельное белье, даже не пересушили, а просто высушенное постельное белье, разгладить на грани фантастики только отпаривателем. Я не заморачиваюсь, я не глажу постель, поэтому для меня эта проблема не является. Соответственно, если для вас это проблема, ну, значит, нужно либо менять производителя, да, и не обращаться в Икею, либо не использовать лиацельное постельное белье. Друзья, мы продолжаем дальше шествие по постели, и это, как бы я их ни любила, покрывало индир. Они стали гораздо гораздо тоньше, здесь уменьшилась толщина нити, и они стали, как и Дима любит говорить, реможиться, то есть разваливаться. Во-первых, даже вот сама, сейчас Дима поближе камеру сделает. Даже видно, кстати, вот она вот на просвет уже. Все видно, весь магазин людей даже видно, а ценник меньше не стал. То есть получается, что происходит? Экономия на качестве, кстати, то же самое стало происходить с каркасами Pax. Очень стало много брака, благо обменивает, это радует, потому что клиент, на самом деле, переживает, представьте, купили шкаф, вскрыли коробку, а там брак. Благо, все это меняется, но качество ухудшилось. Это печалит, и очень надеемся, что все-таки Икея сможет остановить вот это соотношение, да, то есть ценник останется равным качеству, а не наоборот, мы ценник поднимем, а качество ухудшим. Лампочка, 27-й цоколь на 1000 лиминах. Гологоль птичка. Неоднократно замечено клиентами, так же и мной подтверждено, данная лампочка, она всем не секрет, является светодиодной. В этой лампочке встроен понижающий трансформатор, и по нелепым сечениям обстоятельства этот трансформатор может гудеть. Вот, наверное, вы представляете, на улице какие-то стоят масляные трансформаторы, они гудят. Вот примерно такой же звук она производит, но потише, да. И я не могу понять из-за чего и как и зачем это срабатывает. Оно может неделями срабатывать этот звук, а может через час после включения, может сразу после включения срабатывать звук вот этот трансформаторный. И, кстати, обращались по гарантии, отказались, сказали, что это не гарантия. Возможно. То, что мы не можем доказать. Возможно, да. И в лампочке имеют свойство стробить, моргать почему-то тоже. Именно вот замечено на тысячи люминов. Остальные лампочки вот у свечки и все остальные светодиодные, почему-то все нормальные. У нас всякие есть. Практически все лампочки. Замечено, именно вот эта лампочка почему-то издает странный звук трансформатора. Ну, такое, когда вы в тишине, работаете, и этот звук иногда может вам до нервовтика довести. Он такой слабенький, но назойливый, вот так скажу. Очень активный. Да, он может пропадать, может весь день работать, может вообще не звучать. Ну, так сказать. Это вот единственная проблема, которая возникает с лампочками, потому что по остальным лампочкам нареканий на самом деле нет. Даже по самому-самому бюджету. Ну, и скажу, ребята, не надо отталкиваться, что вот в Икеа хорошие лампочки. Есть и другие магазины хорошие, где продают вполне адекватные лампочки. И по более низкой цели. Можно все найти, было бы желание. Потому что некоторые, то я могу добавить, очень боятся света светодиодного. Почему? Он имеет свою частоту мерцания. Это не лампочка накаливания. Ну да, там же не спираль, там диодики. Да, они имеют частоту, они моргают. И якобы, не знаю, неподтвержденный факт, или мною до конца не прочитано, что якобы это влияет пагубно на зрение. Ну, спорить не буду, но где-то я такое слышал в желтой прессе, где-то читал. Зеастоксантин и ДГК помогают восстановить функцию зрения. Таня сказала матно. Во! Красные часики вышли из ассортимента. Нет, они в оценке толпой лежат. Ну, теперь они в оценке, потому что они вышли из ассортимента и их побыстренько бы скидывают. Теперь черненькие ввели. Да, то же самое, только в профиль. Но я что заметил, вот по мне кажется, вот более мягкая резиночка вот эта вот, сравнивая с красным было. Ну, лепится попроще, да. Да, попроще. Красный вообще было сложно прилететь. Но все равно пока, ребята, она еще... Пока антитовары, потому что красные ужасно эксплуатировались. Посмотрим, как будут эксплуатироваться черные. Это не то, чтобы антитовары, это вам на заметочку, чтобы вы имели в виду, что... Пока не стоит брать. Да, пока не стоит брать, нужно подобретать, как будет эксплуатироваться. Пойдемте покажу просто отвратительные рамки, которым место... Ну, явно не в продаже. Мы не будем смущать сотрудника IKEA Business, нам с ними работать. Еще. Рамки Ю-Л-Э-ВА-Т. Рамка 49 рублей. Казалось бы, ну рамка и рамка. Во-первых... Дим, иди сюда. Пойдем, вот, давай, руки снимай, не меня. 49 рублей. Что мы получаем за 49 рублей? Помимо того, что мы получаем рамку, мы получаем кусок картона. Кусок пластмасски. Кусок, условно, оргстекла. В общем, ребята, это не рамка. Это какое-то божье наказание. И за эти деньги... Это божья кара, да? Может быть, и не стоит надеяться что-то купить путное, но лучше не покупать ничего, чем купить такое. Потому что это полный шлак. При этом рамка такого же размера, 13 на 18... А, 10 на 15. Стоит 59 рублей рамка фиксбук. Отличнейшая плотная твердая рамка. Но это... Сори. Ничего личного. Красная цена не более 20 рублей. Да, да даже 20 жалко. Друзья, в этот раз, на самом деле, меня очень радует, что не так много антитоваров, как обычно. Ну, сами понимаете, не всегда клиенты с нами делятся. И мы доносим до вас только ту информацию, которая дошла до нас. Еще два товара сразу в копилочку. Это вот такая доска для записи с Веста, которая представляет из себя лист мелованной бумаги. Вы один раз на нее написали и стереть с нее уже на грани фантастики. И второе, это вот такой фломастер. Фломастера Татебо. Белого цвета должен писать красиво и ярко. При этом фишка в чем? Когда вы покупаете, грифель не пишет от слова совсем. Вы достаете грифель, вдавливаете, переворачиваете. Вроде начинает писать. Проходит буквально день-два, и он у вас засыхает. Брали многие клиенты, даже брал художник. Выкинули со словами фигня, не покупайте. Один, кстати, пытался даже вернуть его обратно. Но Икея его завернула, на горячее линии сказали. Это обмену и возврату не подлежит. Так, ну, наверное, все. Да, Дима, все товары пробежали? Ну да, скорее всего. Еще на что хочу обратить внимание. Ну, давай я пару слов скажу. Нет, я же хотела... Можно я скажу? Вот так всегда. Ребят, по стеллажам Билли. Насколько я их люблю и обожаю. Но в последнее время стала проблема у Билли. Это задние стенки. Вроде бы казалось, ну, задняя стенка, она и в Африке задняя стенка. Но некоторые ставят Билли не вот так, в привычном понимании, к стене, а вот так. И задняя стенка белая, априори, она видна. И очень часто вот эти задние фанерки приходят бракованными. Но сколько мы не обращались на горячую линию от имени клиентов, потому что магазин этот вопрос не решает только через Центр поддержки клиентов, нам отказывали. В магазин тоже, объясняю почему. Люди сначала собирают, потом видят брак. Умейте, пожалуйста, это в виду. Раньше это сакия прокатывала, сейчас нет. Поэтому всех всегда призываю. Сначала посмотрите, потом собирайте. Ну, и я говорю, можно сказать? Можно вковать. Когда мы готовились к обзору, нечаянным образом три товара покинули ассортимент. Это стульчик небольшой, наверное, я вот вставлю. Хотели бы про него пару слов сказать, но мы его не нашли. Это антистул для нас. Да, антистул. Лучше антистулчик взять за 750 рублей. Зарядная станция недозаряжает. Ты про нее же и говорил. Вот это, смотрите, картиночку. Зарядная станция, она у нас недозаряжает почему-то. Странно, странно. Хотели отнести ее к минусу. Она успешно быстрее нас убежала с ассортимента. И третий, третий товар, 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 товар. Раковина наша дома. Да, 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 да. Лилалген. Опять картиночку, смотрите, вот про это. Вода всегда стоит. Вода фигово уходит. Дима менял по-разному наклон сифона. В итоге, знаете, мы как ее используем? Она у меня в качестве полочки для уходовых средств. Баночек. Баночек. Как раковину мы ее не используем уже. Да. И шкафчик, зараза, под нее куплен. Теперь надо все менять и раковину, и шкафчик. Вот эти три товара успешно быстрее нас покинули. Хотели правду сказать, а не получилось. Не успели. Друзья, пишите в комментариях под видео, пожалуйста, ваши. То антитопы товаров. Очень интересно, во-первых, да, ваш эксплуатационный опыт. Как у вас это дело эксплуатировать? Какие проблемы возникали у вас? Сравните с проблемами наших клиентов и с нашим опытом. Пишите, пожалуйста, мы все это освещаем. Не стесняйтесь, никто вам по шапке не настучит. В каких-то ситуациях, вот как, допустим, с кухней, да, мы можем еще и помочь с обменом. Все. На колокольчик нажимайте. Надеюсь, мы без хренов. Мы без овощей, без хренов, без мата. Мы сегодня очень культурно. У меня в руках целый букет, потому что попросили вот именно этого цвета, а его не было. А мы просто наказываем. На целом, молодцы, всего вам доброго.